Модулированные колебания доходят до приемника. В приемнике из этих колебаний выделяются колебания низкой частоты. Процесс выделения колебаний низкой частоты из модулированных высококачественных колебаний называется детектированием. Чтобы полностью разделить высокочастотные колебания и колебания звуковой частоты, в цепи детектора ставят параллельно соединенный конденсатор и громкоговоритель. Через конденсатор проходят токи высокой частоты, для токов низкой частоты он представляет большое сопротивление. Токи низкой частоты проходят через громкоговоритель. Таким образом, в громкоговорителе будут воспроизводиться звуковые колебания, частота которых соответствует колебаниям низкой частоты, передающей станции. Простейший детекторный радиоприемник состоит из колебательного контура, конденсатор которого имеет переменную емкость, и присоединенный к контуру цепи, состоящей из детектора D, конденсатора K и телефона T. Колебательный контур связан с антенной. С помощью конденсатора переменной емкости можно настраивать контур на определенную частоту. С частотой принимаемой станции в наушниках отчетливо слышен звук. Как видим, детекторный приемник работает без источников тока, только за счет энергии электромагнитных волн. Поэтому он не может принимать сигналы от далеких и маломощных радиостанций. Продолжение следует...